Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про нативную разработку и кроссплатформенную разработку. Что это такое? Нативная разработка это разработка мобильного приложения отдельно под платформу Android и под платформу iOS на родных для этих платформах технологиях. А на другой чаше весов лежит кроссплатформенная разработка, это когда вроде как всем говорят, но на самом деле это не так, но все равно по факту вы разрабатываете одно мобильное приложение, которое будет запускаться и на Android и на iOS, то есть на двух этих платформах, но типа приложение одно. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, в чем же главный развод этого выбора, который пропагандируется, пропагандируется, люди, многие заходят в кроссплатформленную разработку и разочаровываются. В чем главный развод? Развод главный в том, что нам говорят, что смотрите, для того, чтобы стать мобильным разработчиком и взять весь рынок, вам по факту нужно разрабатывать по 2 платформы Android и iOS. В чем проблема? Говорят, ну смотрите, для того, чтобы разрабатывать по 2 платформы, нужно сначала изучить Android разработку, стать Android разработчиком и в итоге вы сможете разрабатывать только под Android, а под iOS вы не сможете разрабатывать. Потом нужно будет купить себе MacBook, потому что iOS разработка делается исключительно на MacBook, причем лучше брать MacBook, естественно, на чипе M1, установить туда Xcode и уже разрабатывать, научиться разработке под iOS, и потом вы сможете разрабатывать под iOS. Вы учитесь и тогда под Android, и под iOS, но все равно это будет 2 разных мобильных приложения. Когда клиент к вам обращается, он даже не додумывается до того, что у вас будет 2 разных мобильных приложения. Он относится к нему как к одному мобильному приложению. Ну не все, конечно, клиенты такие, но большинство такие. К ним приходят, с удивлением узнают, что ему не одно, а 2 приложения нужно. И говорят, смотрите, а есть кросс-платформенная разработка, которая нам говорит о том, что клиенту нужно одно мобильное приложение, мы ему сделаем одно мобильное приложение, работает на двух платформах и стоит, кстати говоря, недорого. Ну, намного дешевле, чем нативная разработка. Поэтому, в чем главный развод? Главный развод, что все не совсем так. Да, вы создадите базу одну, базу мобильного приложения, которая там весь функционал будет, как бы одно, да? Но, по итогу, вам нужно адаптировать это мобильное приложение и под Android, и под iOS платформы. То есть, нужно разбираться в платформе Android и в платформе iOS. То есть, как бы вам не хотелось бы делать одно приложение подобие платформы, но все равно нужно разбираться в обоих платформах. То есть, нативные разработки, ну, естественно, мы под Android пишем на языке программирования Kotlin с учетом всех его библиотек. С учетом всех библиотек Android разработки, таких как там самые базовые, да? Material Design, Room, Retrofit, там используем корутины, работа с базами данных. Это вот все туда, многопоточность, да? И под iOS там пишется все на языке Swift и там свои библиотеки. А кроссплатформенная разработка, ну, когда-то она писалась на Node.js, да? Но уже он не особо популярен. Сейчас большую часть рынка есть у нас Flutter, который, собственно, и поднял этот рынок кроссплатформенной разработкой. Это детище Google, да? Если я не ошибаюсь, там пишется на языке Dart. И еще есть перспективный Kotlin Multiplatform. Ну и что нам говорят? Смотрите, что нам говорят? Нам говорят, что вот нативная разработка, которую вы пишете про приложение отдельно под Android, отдельно под iOS, и кроссплатформенная разработка, которая пишется сразу на две платформы. Но, как мы поняли, это развод. На самом деле не пишется нифига под разные, одно приложение под разные платформы, как таковое, как в том мере, как нам преподносят. По факту нужно адаптировать отдельно под Android платформу, отдельно под iOS платформу. То есть, по факту вам также нужно изучать и Android разработку, и iOS разработку. Иметь компьютер, допустим, либо один MacBook, ну, на Mac, вот я, допустим, на Mac под Android делаю приложение. То есть, либо один MacBook нужно иметь, где вы можете под Android и под iOS работать. Кстати, на Mac Android Studio безупречно работает. Либо вам нужно иметь отдельно компьютер Windows, отдельно все равно MacBook. То есть, по факту вам нужен все равно MacBook. А Mac, вот я покупал, там, по-моему, несколько лет назад, два года назад, я его покупал, или год назад. У меня со скидкой обошелся в 113 тысяч рублей. Это MacBook Air M1, вам нужна оперативка 16 гигабайт. И, ну, я брал самое маленькое, жестким диском 256. Сейчас он, по-моему, 140 тысяч стоит. То есть, это вложение. И нам говорят, что вы можете делать одно приложение подобие платформы. Но это развод. Вам все равно нужно делать, вам все равно нужно разбираться в двух платформах. А какие вот все-таки, давайте посмотрим. Хорошо, пусть даже все равно адаптировать по две платформы. Какие в итоге вы несете, скажем так, какой результат вашего обучения будет? Что вы сможете делать по факту? Давайте, во-первых, стоимость разработки. Нативная разработка, она всегда дороже стоит. То есть, вы будете зарабатывать больше, если будете делать платформу либо только под Android, либо только под iOS, либо станете опытным. Я вообще вижу такой путь. Вы заходите на рынок, изучаете Android-разработку, начинаете делать Android-приложение, зарабатываете на этом. Потом можете перейти на iOS, изучить iOS и зарабатывать еще на iOS-разработке. Как я вижу по срокам это обучение и работу, вы отмеряете себе, чтобы набраться, сделать, чтобы выучиться и сделать 2-3 проекта под Android, чтобы разбираться уже особытом, у вас будет 3 работающих проекта, хороших, не такие мусорные приложения, а нормальные приложения. 2-3 приложения это год-полтора. И под iOS это также год и полтора. То есть, по факту 2-3 года вам нужно на то, чтобы стать и отдельный Android, и iOS-разработчиком. А что же в кросс-платформе? Ну, полностью кросс-платформу давайте мы дадим год-полтора, и все-таки еще, допустим, накинем полгодика, в лучшем случае, а то и в лучший год накинуть, чтобы именно разбираться в двух платформах Android и iOS. То есть, это все равно 2,5 года. Это то же самое время. Но в итоге вы получаете более низкий ценник, потому что кросс-платформная разработка требуется для клиентов, которых хотят сэкономить, у которых нет много денег. Да, таких много, но это самые проблемные клиенты. Я еще в разработке сайтов с такими клиентами никогда не работал. Поэтому это проблемные клиенты, у которых мало денег. Кроме того, давайте поговорим про самый важный элемент. Это востребованность. Нативная разработка на заказах, она более востребована, скажем так, с нормальными клиентами. Если вам нужны проблемные дешевые клиенты, то там будет кросс-платформенная разработка. Но если к вам клиент приходит и говорит про кросс-платформенную разработку, то вы должны понимать, что вы, возможно, 10-й или и то более разработчик, к которому он обратился, он долго смотрел, как разрабатывается. Вот такой щепетильный клиент, который думал, как сэкономить, где поменьше заплатить. Потому что, ну, обычный человек с улицы вообще не понимает, что такое кросс-платформенная разработка. Пока клиент не дойдет, не пересмотрит все видео на YouTube и не проконсультируется с несколькими разработчиками, он даже не подумает, что существует кросс-платформенная разработка. Если человек к вам приходит и говорит, что ему нужно мобильное приложение под Android и iOS на кросс-платформенной разработке, например, уже и говорит на Flutter, то два варианта. Либо это перекупщик, то есть посредник, который нашел клиента. Клиент, допустим, у него заплатил 10 тысяч долларов, да, а он вам дает, грубо говоря, 2 тысячи долларов, а то и тысячу, нет, даже тысячу долларов он дает, чтобы вы разработали ему на кросс-платформе. Клиент просто обратился с тем, что ему нужно 2 мобильных приложения под Android и под iOS. Этот посредник так почитал в МИА, ну пусть на кросс-платформе по 2 платформы сделает за тысячу долларов, а все остальное я себе заберу. То есть это либо посредник, либо такой дотошный клиент, который понял, как ему сэкономить и решил сделать самое дешевое мобильное приложение. А уж потом он уже к вам будет приходить и говорит, что-то оно как-то медленнее работает, чем у тех. А вы смотрите, что у тех не кросс-платформенная, а нативная разработка. Но об этом чуть позже. Давайте поговорим про самый элемент важный – востребованность. По заказам все понятно, что нативная, она более качественная, более развита у нормальных клиентов, в нормальном рынке, не на дешевом рынке. На кросс-платформенный рынок вообще не советую заходить. Ну давайте мы зайдем с вами и поговорим. Многие хотят трудоустроиться, верно? И поговорим про варианты трудоустройства. Я взял город в регион на юге России, Ростов-на-Дону, собственно, в котором я живу. И я взял город Москва. И давайте посмотрим количество вакансий. Смотрите, заходим в регион Ростов-на-Дону. Флаттер, просто ключевое слово «флаттер» нам выдает 7 вакансий. Зарплата от 80, от 100, от 90, от 80, ну вот так вот примерно 7 вакансий. Идем, тот же поиск, также в этом же городе, Android-разработка. 19 вакансий до 150, 80, 50-150, до 400. Ну то есть разные варианты от 120, ну видим, в целом чуть больше зарплата, но вакансий больше. Android-разработка в этом же городе. 15 вакансий. Тут от 60, от 80, ну 2,5-3,5 тысячи долларов, а 120 тысяч рублей в месяц. Ну то есть 100-200 тысяч. В принципе, в целом здесь плюс-минус зарплата одинаковая, но есть возможность найти вакансию, где будут платить в 2 раза больше, чем на «флаттере», грубо говоря. Теперь идем в Москва, регион. В «флаттер» 112 вакансий. То есть какой мы можем делать вывод? В регионах «флаттер» не развит, в Москве развит. Да? Ну, не спешите с этим выводом, потом посмотрим дальше. Тут уже 200, 200, 250, 400, 700, от 100. Ну, собственно, Москва решает. И идем в «Москва», «Андроид-разработка». Итак, «флаттер» 112, запоминаем эту цифру. «Андроид-разработка» 723 вакансий. 120, 220, 200, да, 10 тысяч долларов, 150, 200. Ну, в принципе, от 300 тысяч рублей, вернее, 150-200 тысяч рублей, я долларов сказал. Там 10 тысяч долларов было. И, то есть, 723 вакансии. И «Айос-разработка» 611 вакансий, полторы тысячи долларов примерно. 80-120, 390. Ну, плюс-минус зарплата одинаковая. Какой мы можем делать вывод? Если брать анализ рынка востребованности вакансий, то на первом месте идет «Андроид». Больше всего вакансий под «Андроид», потом идет под «Айос», а потом уже «Флаттер». Вместе с тем мы можем сразу отметить, что, конечно же, в Москве просто… Сколько там получается? Ну, наверное, раз в 50 больше вакансий, да? То есть «Флаттер» вообще не развит на регионе, да? А больше развит в Москве. Но «Андроид» и «Айос-разработка» все равно перекрывает всю востребованность. Поэтому мы видим также, что нативная разработка, она более востребована. А вот почему она востребована? В том числе мы уже с вами проговорили, да? Там, что это, скажем так, более точная разработка. И для того, чтобы писать хорошие мобильные… Для того, чтобы писать хорошие мобильные приложения, нужно разбираться в конкретной платформе. Хотя бы пару лет на одной платформе повисеть, потом на другую перейти. Но считается всегда самыми высококвалифицированными разработчиками те разработчики, которые пишут только под одну платформу. Итак, с востребованностью мы тоже разобрались. Надежность и скорость работы. То есть это качество работы мобильного приложения и классность дизайна. И тут нативная разработка также выигрывает, потому что вы разрабатываете под конкретную платформу, на родных для этой платформы технологиях. Поэтому, конечно же, такие мобильные приложения будут лучше работать. Когда вы разрабатываете на том же Flutter, то вы работаете на чужих технологиях. Да, Flutter – это детище Google, Google – это Android. Да, но у нас есть iOS, которым, собственно, скорее всего, они не любят Google. И, конечно же, к Flutter плохое отношение. И поэтому будет все хуже работать. И мы не должны исключать такую возможность, что в дальнейшем мы не знаем, как будет работать Google дальше. Потому что есть кладбище, я не помню, как правильно называется, но есть кладбище продуктов Google. Те проекты, которые Google закрыл, хотя они были очень успешные. Поэтому мы не можем дать гарантию, что Flutter будет дальше развиваться, существовать. Хотя, скорее всего, будет развиваться, существовать. Но мы не можем дать гарантию, что компания Apple когда-то начнет придираться к коду мобильных приложений, написанных на Flutter. Так как все-таки она продвигает и приветствует технологии родные для платформы iOS. И поэтому возможно, что с iOS в iOS, с платформой iOS возникнут в дальнейшем проблемы для кроссплатформенных приложений. И тут рисковать тоже не стоит. И, собственно, последний пункт – это простота изучения. Как нам говорят, кроссплатформенная разработка – это она проста в обучении. Как мы выяснили, не так уж и проста. Все равно нужно разбираться и под Android, и под iOS платформы. Но у Flutter есть одна особенность при написании. Допустим, это декларативный. Это вот такой подход, когда мы… Вот, допустим, у нас в Android. Да, мы верстку делаем в XML файлах. Функционал в Kotlin классе. Также и есть в iOS UI kit, то есть, когда мы визуально набрасываем весь дизайн. А, собственно, функционал в отдельных классах мы делаем. А на Flutter мы все пишем в одном классе. То есть, нам нет разделения на визуал и не визуал. Мы создаем внешний вид кодом в соответствующих классах. То есть, это некая каша. Но каша не для всех. Мне многим нравится этот подход. Когда вы делаете все в одном месте, но там нужно отступы соблюдать. Там есть свои, скажем так, причуды. Да, но мне, например, поэтому не нравится. Вы можете вспомнить и сделать сравнение, что сейчас в Android разработке приходит уже постепенно Jetpack Compose. Но его еще, наверное, точно в реальных проектах не будут применять. Приходит Jetpack Compose, когда вы так же все делаете в одном Kotlin классе. А в iOS есть SwiftUI. Там уже он более развит, он круто сделан. Мне прям нравится, как SwiftUI сделан в iOS. И точно так же подход. Нет разделения на визуал и функционал. Все делается в одном месте. Это, кстати, заимствовано у Flutter. То есть, по примеру, Flutter сделано. Потому что многие видели его развитие. Развитие, ну хотя развитие там больше обусловлено тем, что люди хотят, можно сказать, схватить такую легкодоступную, как им кажется, халяву. То есть, выучиться сразу разрабатывать одно мобильное приложение по две платформы. Но на самом деле придется разбираться в двух платформах. И вот, нравится вам такой подход, где вы все в одном месте пишете, или не нравится? Мне лично не нравится, но это дело вкуса. По простоте изучения ничего не проще изучать. Также нужно изучать язык программирования. Да, он один. Но нужно разбираться и в платформе Android, и в платформе iOS. То есть, по факту, в двух платформах. Мне кажется, все-таки больше времени уйдет на изучение. Итак, давайте сделаем, скажем, подведем итог. Мы поняли, что пропаганда кроссплатформной разработки – это всего лишь пропаганда. Потому что нифига вы не будете разрабатывать одно мобильное приложение. Да, по факту оно будет одно, но нужно разбираться в двух платформах. То есть, это время. Возможно, намного больше, чем вы будете изучать просто Android-разработку. Нативная разработка, отдельно под Android и iOS, стоит дороже, чем кроссплатформная разработка. Она более востребована и на рынке в Москве, и на рынке в регионе. Мобильные приложения на нативной разработке, когда мы пишем под Android и под iOS отдельно, они быстрее работают, более надежные. У них лучшие перспективы в плане работы с плей-маркетами. И простоты изучения в кроссплатформе никакой нет. В принципе, плюс-минус одно и то же. То есть, нужно придать одно и то же время займет обучение. Просто обучаясь Android-разработке и разрабатывая под конкретно, допустим, ту же платформу Android, вы будете считаться более высококвалифицированным специалистом. Потому что будете разбираться конкретно, как будет казаться в одной платформе. Но вам никто не мешает доучить iOS-разработку позже. В целом, это все, что я вам хотел рассказать. Мое мнение таково, что нативная разработка более перспективная и более надежная. Ее стоит выбирать, а не кроссплатформенную разработку. Но на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok